Рейсы регулярно осуществляются из аэропорта Домодедово в Таджикистан, из различных город Душанбе. И все регулярно летают самолеты. Посол Таджикистана прокомментировал ситуацию с очередями и билетами из России. Что происходит с очередями на вылет из России, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в России Мамудин Саторов. Рейсы регулярно осуществляются из аэропорта Домодедово в Таджикистан, отметил в разговоре со спутник Таджикистан чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в России Мамудин Саторов. Застрять в аэропорту люди могут, только если запланированный рейс не осуществляется. Если люди просто собираются, то это неправильно, надо лететь согласно очереди. Согласно спискам, которые предоставляются авиакомпанией, заметил посол. В день в посольство может обратиться до 2000 человек. Чтобы их вывезти, понадобится до 10 рейсов в день, что нереально, заметил Саторов. Если человек не попадает в список вылетающих, он не должен находиться в аэропорту. Застревать могут, когда запланирован рейс, и рейс не осуществляется, вот они застряли. Если люди просто приходят там, собираются и так далее, ну это, извините, это неправильно. Надо лететь согласно очереди, согласно спискам, которые предоставляются представители авиакомпании. Вот и все. Не надо там собираться. Больше, чем запланированных рейсов все равно не будет. Потому что если количество обращающихся посольства ежедневно составляет от более 2000, вы можете представить, чтобы осуществить, скажем, вылет только граждан, которые приходят в день, за день записываются, нужно где-то 10-15 самолетов в день. Это же нереально. Поэтому люди должны понять, что есть такая ситуация чрезвычайная, есть такая ситуация в условиях такой эпидемиологической ситуации, есть ограниченность полетов. Естественно, все желающие сразу не могут попасть. Надо ждать как минимум 2-3 недели, надо стоять в очереди. Как организовывается продажа билетов механизм, значит, таков. Уже около трех месяцев организовываются вывозные рейсы из различных городов Российской Федерации в Республику Таджикистан. Полеты осуществляют саджийская авиакомпания «Сумун-Р», в недавнее времени «Саджик-Р» и российские авиакомпании, как «Уральские авиалинии», и было несколько полетов компании «Редвин». То есть частота полетов увеличивается. Последние месяцы рейсы резко увеличились. Где-то более 50 рейсов за течение двух недель осуществляются саджикскими национальными компаниями. Плюс еще добавляются российские авиалинии. Например, мы за сентябрь осуществили более 50 рейсов. Только таджийские авиакомпании. Плюс еще 11 рейсов в «Уральской авиалинии», 4 рейсов на «Редвин». То есть из Москвы два рейса в день, из Санкт-Петербурга через день, и из других городов – Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Иркутск, Сургут даже. Вывозятся наши граждане. Естественно, всех этих рейсов, которые сейчас осуществляются, вот чартерны, этих рейсов недостаточно. Потому что, вы представляете, до этой ситуации было 7-6 рейсов только в неделю. И были наземные пути открыты, поезда и так далее. Сейчас этого нет. Естественно, есть острая, скажем, нехватка есть. Тем более, сейчас сезон возвращения трудовых мигрантов. Никакой особой такой ситуации нет. Массового возвращения, скажем. Это как ежегодно в это время мигранты возвращаются на родину. Естественно, накладывается вот эта вся ситуация с коронавирусом, когда несколько месяцев границы были закрыты. Таджикистан – это единственная страна, которая осуществляет такое количество авиарейсов из России и так далее. Значит, продажи авиабилетов осуществляют таким образом, что граждане записываются в посольстве Республики Таджикистана, в генеральных консульствах Республики Таджикистан, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Луфе. И согласно этой списке передаются представителям авиакомпании, и продажа авиабилетов осуществляется прямо в концах авиакомпании «Сомон-Эр», «Таджик-Эр», «Уральский авиалинь» и «Рэддингс». Вот такой порядок. Мы намерены увеличить количество рейсов, и вторая половина сентября количество рейсов будет увеличиваться. Мы планируем только авиакомпания «Сомон-Эр» намеренно осуществить три рейса в день только из Москвы. Мы думаем о том, что при благоприятной эпидемиологической ситуации также открыть уже поезда. Об этом соответствующие предложения были нами внесены. Правительство, оперативный штаб при правительстве. Я думаю, что этот вопрос рассмотрят, и мы будем. То есть страх о том, что якобы сейчас прекратятся авиасообщения, и что опять будет карантин, и так далее, не имеет под собой никакой почвы.